Доброго времени дорогие друзья, с вами Алексей, как вы наверняка уже знаете 14 июня вышел очередной патч в казахах третьих, который внес большие изменения в игру, о которых мы сейчас с вами и поговорим. В этом видео вы увидите улучшение экономики в игре, миф или реальность, рынок, скажем кидал его нет, как быстро теперь можно выйти в 18 век, ап стрелков, нужны ли теперь пикинеры, это и многое другое в этом видео. Итак, игра претерпела в экономическом составляющей очень серьезные изменения, давайте разберемся какие. Увеличена скорость добычи еды на 15%, увеличено максимальное число крестьян, работающих на одном поле. Раньше действительно было проблематично с едой, в каком плане? Еду фактически никто не добывал, хотя нет, еду фактически из опытных игроков никто не добывал, вот так вот. Только уже на определенном этапе, когда все необходимые, важные ресурсы, такие как, например, камень, золото, какие-то еще, может быть, шахты, были забиты и только потом уже переходили на добычу еды. Теперь, после того, как увеличили эффективность добычи еды, теперь очень выгодно будет добывать еду. Возможно, настолько выгодно, чтобы даже торговать ей на рынке в хорошем плане, потому как раньше торговать едой на рынке можно было в том случае, лишь когда вы строите лодочки и добываете огромную массу еды рыбацкими лодками. Теперь, возможно, будет даже с полей добывать столько еды, что она может обеспечить вашу экономику. Дальше. Уменьшены цены на улучшение шахт. Это тоже немаловажный фактор. Раньше золотые шахты, ну и, в принципе, как и остальные, но чаще всего только золотые, не улучшали фактически, начиная там с третьего апа, да. Первый ап до второго уровня шахту делали золотую, до третьего уровня, ну, одну, две, четыре, это уже при затяжной битве. Теперь же есть возможность апать шахту до упора. Все зависит от того, на какое ПТ вы играете и на сколько долго у вас будет затянута эта битва. Давайте посмотрим сценарий. Обратите внимание, первый ап не изменился вообще никак. Как был еда 1000 и золото 1250, так он и остался. Следующий ап это был самый наиболее важный. Вспомним, порядка 18000 еды, 5000 дерева и что-то около 7000 золота, там, 6-7, вот в этом диапазоне. Сейчас золото 4950, еда 5250. То есть шахты золотые можно просто проапать очень быстро. Почему золотые? Потому что золото наиболее ценный ресурс, он был вторым по ценности после камня, потому как камень у нас это, да, это очень серьезный ресурс. И поэтому сейчас апы шахт стали намного дешевле и золотые шахты, в первую очередь золотые шахты, можно будет апать очень-очень быстро и это будет принести вам, будет приносить вам очень серьезную прибыль. Вот, также четвертый ап золотой шахты стал без малого 10 тысяч золота и 12500 еды. Также стоит подумать о том, чтобы апать шахту. Это даст вам плюс 10 крестьян в этой шахте, будет очень-очень даже неплохо. Следующее, что же произошло? Ко всему прочему, помимо того, что на 15% увеличили скорость добычи еды, еще и уменьшили цены, улучшения в академии на добычу еды. Это тоже очень-очень хорошо, это тоже очень важный шаг. Обратите внимание, теперь сбор еды плюс 40% дерева 2400, а было 5 с копейками, нет, или 3 или 4000 с копейками, с копейками тысячи. Да, точно уж, я не помню. И еще вот плюс 50% 3600 дерева. Это тоже дешевле, чем было. Очень-очень здорово. Вот, теперь, как я уже говорил, можно будет не особо думать о том, что надо в какой-то промежуток времени начинать вам купить эту еду. Теперь еду намного будет выгоднее добывать и, возможно, даже торговать на рынке. Повторюсь еще раз. Далее, рынок также претерпел изменения. Какие? В лучшую сторону, в худшую. Давайте будем с вами разбираться. Увеличена скорость восстановления курса, уменьшены цены камня и дерева, однако дерево теперь дороже камня. Вот такие вот нюансы. И давайте разберемся потихонечку. Увеличена скорость восстановления курса. Каким образом это будет заметно? Ну, вот давайте посмотрим. 100 тысяч камня стоит 10 тысяч дерева. Не будем брать вот эти вот 156, 100 тысяч камня стоит 10 тысяч золота. Это один к десяти. Одна единица золота стоит 10 единиц камня. Вот. Теперь посмотрим, что будет, если мы приобретем. Раз. И вот, обратите внимание, начинает подниматься, начинает потихонечку, потихонечку подниматься. Можно увеличить скорость подъема. В принципе, насколько я понял, если вы добываете, если в игре очень много игроков добывает камень, например, будем брать пример камня. Не важно, в принципе, я так понимаю, какой ресурс, будто это еда, дерево, камень, золото, уголь, все что угодно. Если добывают очень большое количество крестьян этот ресурс, вот на данный момент у меня там фактически 400 крестьян добывают камень. Давайте мы сейчас посмотрим, насколько будет эффективно подниматься этот ресурс. Вы заприметили, да, насколько быстро поднималась цена, возвращалась. И еще раз покупаем. И вот, обратите внимание, намного, намного быстрее поднимается. То есть, о чем это говорит? К примеру, вы и все остальные игроки добывают камень. Очень много. Сейчас у меня 400 крестьян добывают камень. А будет, ну, представьте, что по 100 крестьян у каждого игрока. А 8 игроков умножить на 100, то есть, это получается 800 примерно крестьян в определенный промежуток времени будет добывать камень. Я вам хочу сказать, что это будет больше 1000, но берем так вот, по минимуму. То есть, цена будет возвращаться обратно очень быстро. Это говорит о том, что, в принципе, обратные обмены будут не нужны, потому что вы не будете успевать его сделать. Даже если вы будете это делать быстрому, а я умею кликать супер быстро, да, то какой смысл, если и так цена будет максимальна? Вот давайте я сейчас сделаю, например, обратный обмен. И сколько теперь стоит? Ну, фактически, и она возвращается обратно. Она возвращается обратно, и, ну, там вы успеете, но вы не выиграете той, скажем так, вы потеряете. Вы просто проиграете, потеряете очень большое количество ресурсов. Поэтому теперь невыгодно делать обратные обмены. Если вы добываете камень, и все остальные, и большинство игроков добывает камень, то есть, даже если вот 400 крестьян добывает камень, уже будет неэффективно делать обратные обмены. Как только поменял кто-то достаточно большое количество ресурса на, к примеру, камень, на золото, то через какое-то мгновение этот ресурс восстановится. Ну, буквально там несколько секунд, десятки секунд. Все восстановится. То есть, вам достаточно просто зайти, к примеру, чтобы узнать цену, да, нажали, посмотрели. Ага, вот такое вот соотношение. Значит, не надо делать обратный обмен. Значит, его не стоит делать. Либо оно поднимается, подождали, пока оно поднялось до нужного вам момента и обменяли. Либо же просто сразу обменяли, если этот обмен сразу находится в таком, как надо, ценовой категории. Следующий момент. Увеличены цены камня и дерева. Это вот мы уже разобрали. Однако дерево теперь дороже камня. Теперь давайте посмотрим. Раз и дерево в полтора раза дороже камня. В полтора. Значит ли это, что теперь нам лучше добывать дерево, а не камень? Ну, наверное, нет. Потому как камень добывается в три раза быстрее. Примерно, ребят. Примерно в три раза. Давайте вот мы посмотрим. У нас получается плюс 300% к добыче камня дает. Но только плюс 100% к добыче дерева. Позднее мы еще более подробно разберем этот момент. Сколько 10 крестьян там добывает за определенный момент дерево. Сколько камня, сколько золота. Это будет сделано отдельное видео. На данный момент мы разберем просто обновление. Вкратце. То есть, все равно добывать камень выгоднее. Потому как первое. Все будут добывать камень. И камень будет восстанавливаться быстрее. И будет фактически всегда максимальная цена. Это раз. Второе. Дерево будет добывать меньше игроков. Соответственно, дерево будет восстанавливаться медленнее. Поэтому вам надо будет либо делать обратный обмен. Либо ждать. Ну, либо может быть вы попадете вовремя. И будет все хорошо. Поэтому дерево это такое. Возможно, на начальных этапах вам стоит при развитии, например, взять эффективность добычи дерева плюс 100%. Не беря повозочку, тачечку. А потом сразу же взять кирку. После этого. Может быть так лучше. Это надо будет еще смотреть и разбираться. Но, тем не менее, кидалову на рынке нет. Обратному обмену на рынке нет. Вот так. Далее. Что же еще? Но вышло в этом обновлении. Пач, как оказался, на удивление большим. И который вносит действительно серьезные какие-то изменения в игре. Далее. Деревянная стена. Защита поднята с 15 до 95. Это здорово. Позволяет некоторое время стоять против наемных лучников. Но не выдерживает гранаты. Ну, как мы помним, деревянную стену могли уничтожать абсолютно все юниты. Без каких-либо проблем. Но. Был такой момент, что она очень легко сносилась. По сути дела, строить ее не было смысла. Потому как подбегают какие-то конники быстрые. Уничтожают ее. Забегают к вам на базу. И все. И редко кто ей пользовался. Во-первых, крестьяне заняты. А во-вторых, как бы, она не приносила никакого профита. Но теперь же она будет подороже в ХП. И вернее потолстее, потолще, может даже так сказать, как вам будет угоднее. Потолще. Да. И плюс ко всему прочему, после в этом же изменении, в этом патче было улучшено, ускорено скорость постройки стены. Как деревянной, так и каменной. Это тоже очень-очень здорово. Это тоже очень здорово. И возможно, теперь можно будет строить какие-то там крепости, какую-то защиту. Потому как раньше, ну, в редких случаях использовались стены. Вот так. Из новенького, что было добавлено в игру. Добавлена возможность установки ограничения лимита населения на начальных настройках игры. Это такое, то есть, если у вас лагает, когда большое количество юнитов, то поставьте ограничения и все будет прекрасно. Добавлена возможность установки фиксированной скорости игры в настройках комнаты. То есть, как? Большая, маленькая, средняя, либо же можно это делать вручную. Тоже очень нужная вещь. Вот. Потому как некоторые игроки могут просто-напросто баловаться, играя этой скоростью. Переработан механизм критического урона. Вот тут можно немножечко поговорить на эту тему. Теперь шанс крита 4%. Крит это нанесение случайного дополнительного урона от 0 до 400. На мой взгляд, слишком жесткая разбежка. 0, 400. Кто-то будет наносить 0, 1. Кто-то будет наносить 400. Это неправильно. Опять-таки, 4%. Ну, как бы все верно. Но, ладно, с этими 4%. Но, от 0 до 400. Ну, почему бы не сделать, например, что крит это двойной урон? Ну, допустим, у стрелка там урон 15, будет наносить 30. У одного, да. У другого урон 48, будет наносить там 96. Все. Вот такой, на мой взгляд. Ну, 0, 400. Слишком жесткая разбежка. Кто-то будет шотить, кто-то будет наносить мало урона. Это, на мой взгляд, это неверно. Но разработчикам здесь виднее. Добавлена возможность создавать формацию из 15 человек. Тоже очень здоровская фишка. Во-первых, очень хорошо на нуле. ПТ, то есть вы можете не сдать формации 36. А вот 15 человек построили в формации. И уже у вас плюс 2 к атаке, плюс 2 к защите. Это здорово. И пошли в атаку. Либо же это очень хорошо для защиты. Что здорово. Вы можете построить таких вот квадратиков. И наставить их по базе. Это тоже будет очень-очень классно против конницы. Либо вы выстроили их в линию. Как мы знаем, что конница не проскакивает через заграждение копейщиков. Это тоже неплохо. Вот. Далее. Что у нас еще с кораблями? Тут кое-какие нюансы. Все вы знаете, что я небольшой любитель кораблей в этой игре. Потому как, на мой взгляд, немножечко все уныло. Что же было изменено с кораблями? Улучшение на скорость постройки кораблей. Теперь оно увеличивает не в 5. Вернее, увеличивается скорость постройки кораблей в 5 раз вместо 10. Но при этом начальная скорость постройки кораблей повышена вдвое. То есть, если раньше была скорость кораблей, вы исследовали и умножили на 10. То есть, в 10 раз стало быстрее строиться. То теперь у вас скорость кораблей увеличена сразу вдвое. То есть, быстрее вы сразу строите корабли. Но при этом, исследуя определенные умения, вы станете строиться так же, как и при исследовании в 10. То есть, сейчас умножите на 5. Я думаю, что я нормально объяснил. И вы должны понять. И корабли стали, помимо всего прочего, дешевле. Я думаю, что особо в динамике ничего здесь не изменится. Вот. Помимо всего прочего, было много исправлений. Исправлено добыча дерева на картах с пустыней. И всевозможные, всевозможные другие исправления. Все это вы сможете почитать на моем сайте. Кстати говоря, у меня есть сайт lordigle.ru. В котором еще не так много контента, но он будет добавляться. Далее. Помимо всего прочего, были сделаны еще определенные улучшения. Удешевлено улучшение на переход в 18 век. Да, ребят. И теперь давайте посмотрим, сколько оно стоит. Перейти в 18 век для обычной европейской нации будет стоить 30 тысяч и тыс. Почти 5 тысяч. Золото, 4800. Железо, 2200. Уголь, 2200. А теперь обратите внимание на длительность. На седьмой минуте, точнее уже на начало восьмой минуты, я могу перейти в 18 век. Легко, в принципе, и непринужденно. Да, может быть в каких-то моментах я тут что-то делал, развивался не так, как стоило бы. Может быть лучше было бы там построить третий ГЦ, а как-то по-другому развиваться через кирку, через какой-то камень. Я покажу вам, какие я исследования сделал для этого. Я взял кирку, я взял все апы на еду. Здесь также взял ап на еду. И уже на длительность 7 минут я могу спокойно переходить в 18 век. Просто в 18 век. Да, я никого не строил, никаких юнитов, но тем не менее, это уже возможно. Если это смог я, то я думаю, что топовые игроки смогут еще быстрее. Итак, переходим. Еды у меня просто тут немножечко упало, и на какой-то промежуток времени не хватало. И да, посмотрите, 45 человек добывает и приходит очень и очень быстро. Легко и просто я вышел в 18 век. При этом, при всем, не требуется постройка конюшни. Это тоже большой плюс для этого. Вот. Улучшено производитель. Так, это не то. Увеличена стоимость воздушного шара с 1750 до 5700 золота. Это, в принципе, сделано правильно, потому как в век можно выйти мгновенно, и поэтому для того, чтобы открыть всю карту, вам потребуется потратить немножко побольше золота. Это верно. Уменьшены цены на улучшение в Академии, увеличение атаку, увеличивающие атаку штыком. А помним мы, что для того, чтобы исследовать вот эту вот атаку рукопашной мушкетер 18 века и гренадера на плюс 25 процентов, требовалось там что-то 40 с копейками тысяч золота. Сейчас это 19500. Более-меле разумная цена. Вот так вот. А далее. В Академии изменены цены на улучшение силы выстрела. Стоимость улучшения изменилась с 6, 7, 12 и 21 тысяч золота на 5000 железа, 4000 золота, 7000 золота и 11000 угля. Я сначала думал, что что это такое, почему? Почему они удешевлены? Помимо всего прочего, они все стали по 15 процентов. Хотя, хотя, извините, здесь это не написано. Как говорили разработчики, что они стали все по 15 процентов. Но показано, что да, железо требуется для первого, для вот этого этапа, но тем не менее, она дает плюс 10 процентов. Хотя, как утверждает разработчики, они все стали по 15 процентов. Возможно, они просто-напросто здесь не изменили название. Вот. Я сломал в голову, зачем? Ведь теперь, ребята, по сути дела, можно сделать стрелков уже топовыми и все будет прекрасно, все будет красиво. Но, но ведь давайте разберемся. Выход 18 век дешевый. Дешевая сила выстрела. Вся, по сути дела. В принципе, скорострельность не такая уж дорогая. Ну, уменьшены цены на казармы в 18 веке. Да. Казармы 18 века стали немножечко дешевле. Обратите внимание, 4000 золота. Помним мы, что первая казарма 18 века стоила 12500. Первая. Следующая 25. Ну, теперь вторая здесь будет стоить 8000 золота. В принципе, это все недорого. И вот, понимаете, у вас стало просто огромное количество выбора. Все вы сделать все равно не сможете. Ну, по крайней мере, за 20 ПТ будет сложно. И выйти в 18 век. И построить парочку казарм 18 века. И при этом еще сделать все скорострельности. Все силы выстрела. И настроить в достаточно большое количество. Помимо всего прочего, ведь конюшни стали дешевле. Золото. Там не насильно много, но дешевле. В принципе, прилично дешевле. И вот это вот все, как снежный комп, накапливается, накапливается. И у вас просто глаза разбегаются. Вы можете сделать, казалось бы, и то, и то, и то, и то. И при этом вы начинаете делать не... Ну, поначалу непривычно. Я хочу выйти в 18 век, побольше настроить казарму 18 века. При этом сделать топовыми стрелками. И не получается всего. И вы получаете у разбитого корыта. Поэтому нужна система, которую пока, по крайней мере, я еще не могу понять. Но со временем я разберусь. Я думаю, что, в принципе, как и раньше, надо начинать с копейщиков. Сделали топовыми копейщиков. А потом мы переходим на стрелков. И тут уже включается то, что вы очень быстро все это сможете проапать. Но у вас уже будут топовые копейщики, которые смогут вас защитить. А не... Не пойми, какие войска. То ли с казаром 18 века. То ли с трех казаром 17 века. То ли с кучей конюшен. Естественно, тут уже будет зависеть от нации. Если у нации какие-то преимущества в коннице. Значит, строить побольше конюшен. В 18 веке, значит, больше казаром 18 века. Если это там какая-то Россия, у которой может казаром 17 века огромное количество построить. То, естественно, там волей-неволей построишь на прапочку копейщиков в топ. Вот так-то, помимо всего прочего, добавлено улучшение на кирасы. Для Турции действует тяжелого сипаха. Естественно, есть тяжелый сипах. У него есть кираса. А апов не было. И это сделали. И это правильно. Что касается балансных изменений, то вот как раз-таки о чем я и говорил. Изменены цены на конюшню артиллерийской депо и казармы 18 века. Это все правильно. Это все здорово. Все верно. Они удешевлены. И поэтому, поэтому у нас есть уже теперь огромное количество выбора. То есть, вроде бы у нас много ресурсов. И в то же самое время мы можем их потратить на разные здания. Это будет, наверное, очень здорово. Очень здорово. Естественно, все это надо будет тестировать. О чем я также говорил. Деревянные каменные стены строятся быстрее на 33%. Которые 18 века строятся на 20% быстрее. Тоже очень хорошо. Потому что раньше мы ждали просто очень долго, пока построится эта казарма. И не было смысла, ну, как бы, строить ее без лопаты, так называемой. Увеличение жалования строителям. Которое стоит 9000 золота. Вот. Да, артиллерийское депо теперь можно построить после академии. Конюшня не нужна. Соответственно, и для выхода в 18 век не обязательно строить конюшню. Это здорово. Баланс юнитов по наемникам. Там куча всевозможных изменений. Так как я не особо играл с дипломатическим центром. Я фактически не играл с дипломатическим центром. Я не особо там расстроился или обрадовался тем изменениям. Там, где-то увеличен урон, где-то увеличено время найма, уменьшено. Ну, в общем, очень много разных балансных правок, которые также вы сможете почитать на моем сайте. Либо в группе ВКонтакте. Особо хочется затронуть именно Украину. У Украины были два изменения. Первое касается реестрового казака. Уменьшен урон с 13 до 12. Ну, незначительные такие правки. Второе изменение очень серьезное. Которое, наверное, ждали все те, кто считают Украину им боль. Гетман. Гетман уменьшен урон с 75 до 70. То есть урон, вот, он уменьшен просто на 5. В принципе, это не так уж важно. Второе. Уменьшено улучшение на урон у Гетмана с 50 до 30. То есть раньше можно было с улучшением сделать 125 атаку. Теперь лишь 100. Вот, как вы видите, сейчас она и есть. Ну, и третье у Гетмана, что было изменено, это увеличено время производства с 13,5 секунд до 17,5 секунд. С подковой это сейчас составляет 11 секунд. И вот теперь давайте подумаем, поразмышляем. Итак, атаку Гетману можно сделать с учетом палаша и сабли на 105. Сможет ли Гетман убить с одного удара копейщика? Да, сможет. В среднем почти у всех, за редким исключением копейщиков, 90 хп защита. Плюс примерно в районе 10 защита от мяча, палаша. Поэтому в сумме получается 100. У Гетмана 105. Даже с запасом, если у кого-то где-то там плюс-минус, то Гетман убивает с одного удара. За исключением составляют некоторые нации, у которых защита получается примерно там, хп точнее получается в районе 100. Те нации, в общем 100 и выше, плюс защита от мяча, не будут убиваться Гетмана с одного удара. Помимо всего прочего, в связи с тем, что постройка конюшен была удешевлена, теперь как бы, ну не составит туда построить 3 конюшни и просто с 3 конюшен нанимать Гетманов. Если раньше было достаточно для того, чтобы за 20 ПТ нанимать с 2 конюшен, то теперь просто-напросто будет наниматься Гетманы с 3 конюшен. И их наймется также 90. И они будут, ну если не так уж имбово нагибать, как раньше, то все равно будут нагибать. Все равно. И все равно с этим изменением Украина будет имбой. А теперь давайте подумаем, что теперь и Академия, в Академии на силу выстрела для Сердюка вы сможете быстрее прокачать. Намного-намного быстрее. И теперь, как бы, и Сердюк качаться будет быстрее. Если раньше, ну да, здесь вот требовалось большое количество еды, это все понятно. Еда теперь добывается быстрее. Соответственно, едой мы сможем обеспечить прокачку Сердюка быстрее. И здесь дешевле сила выстрела. Соответственно, мне кажется, Украина здесь должна немножечко отличаться. Вот в этом плане, как бы, ну вот, я уже не помню, сколько раз разработчики нерфили Украину. Я не буду говорить на данный момент, вот сейчас вот, да, что Украина все равно осталась имбой, да, потому как надо это все-таки попробовать. Ведь апнуты все остальные нации тоже. Но в данный момент незначительный нерф Гетмана, но ап еды и ап силы выстрела делают имбой Сердюка. То есть он и раньше был имбой, но выбирая прокачку, допустим, Гетмана или Сердюка, мы не могли прокачать одновременно и тех, и тех за 20 ПТ. То теперь, ну, так же, наверное, и не сможем, но все-таки мы делали, скажем так, шажок в то, что мы сможем быстрее все-таки это все прокачать. И Украина быстрее наберет полную силу и опять начнет загибать. Ну, опять-таки, это все надо будет тестировать. Ну, помимо всего прочего, были еще такие балансные палки, которые, опять-таки, вы сможете прочитать. Там добавлено, например, уменьшено потребление пищи на 10% у крестьянина Алжира Турции, да, увеличен урон после всех улучшений на 2% у легкой пехоты Алжира и Турции. Таких изменений было тоже достаточно-достаточно большое количество. Еще одно изменение, которое я хотел бы, про которое я хотел бы сказать. Почти все стрелки 17 века, в скобочках, кроме Сердюков, стали строиться на 0,5-1 секунду быстрее. Вот это вот скобочек дополнение мне очень понравилось, потому что если бы еще и Сердюки еще и начали быстрее строиться, это была бы вообще катастрофа. Вот. Почти все конные стрелки строятся быстрее. Стрелки 18 века без стрелков уменьшены цены на улучшение защиты. То есть там у многих уменьшены цены на улучшение защиты. Это у стрелков там и у остальных юнитов, у некоторых остальных юнитов. Вот то, что почти все стрелки 17 века стали строиться быстрее, и конные стрелки также строятся быстрее, теперь значимость этих стрелков возросла. И на мой взгляд, просто-напросто надо плавно переходить с копейщиков на стрелков, чтобы все юниты в какой-то промежуток времени были задействованы. И это правильно. Но опять-таки, все будет тестироваться и проверяться. Ну что, в принципе, это был весь обзор нынешнего обновления. С вами был Алексей, всем спасибо и пока-пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok